Добрый вечер, Зелотком! Есть вещи, которые с Кадами становятся только лучше! Вино, например, Зелотком! ДК имени Ленина! Вот! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мир изменился! Я чувствую это в воде, Чувствую в земле, Ощущаю в воздухе Многое ушло, многое вернулось! Красочкой ему припахивает! Красочкой ему припахивает! При Вереда! Зато он, наконец, дома! Дома-дома не иской! Родной дыкает все-таки Не плюшки стрескать! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, да! И из стен ничего не торчит! И чисто! И уютно! И из стен не торчит! И провода не червяки! А вот червяки как раз торчат! Но это не какие-нибудь червяки! А червяки названы Героев профессора Толкина! Они не торчат! Они не торчат! Они висят! У нас, между прочим, В этом году целых четыре выставки Бьем и Курды! Три выставки иллюстраций К нашему прекрасному профессору! И одна выставка Мы ее повторяем с прошлого года! Это выставка Имен и названий в науке В честь героев Толкина Регионов Средиземья Ну и самого профессора немножко Например, вы знали, что на Кавказе Можно побывать в море? Там есть пещера С таким названием В ней же есть Глаз Горла Павлога И что-то еще Наоборот! Сначала перейдешь в Горло Павлога А потом проваливаешься в море А еще есть ящерица Смаук И галактика Ока Саурна Нет, на полном серьезе! Вы приходите! Вы на нас еще не такое услышите! Собственно, с вами Секция традиционной Толкинистики Мы снова будем Внести в мир Накованное И приглашать вас копать с нами А также спорить об одном месте С блаженного Агустина Ратуила Что, уже? Ну, еще нет, но уже в процессе С тринадцатого года начали Процесс биотификации профессора идет Процесс раскопок идет еще активнее Собственно, в этом году у нас будет Целый день лингвистики и поэзии В частности, будет Подробная двухчасовая лекция О поэтических жанрах и стилях В текстах Толкини А также практикум прилагающейся Иконы и лекции Можете попробовать всегда В роли, ну, например, бельба Слагающего песни о Пайра Индии В альфийском стиле Настоящий антеннат Может быть, должен спеть и сечение Два часа все-таки На практикум тоже отведено Кроме того, круглый стол о лингвистике Как науке Круглый стол о конфликтах На играх с Толкини А также о том, почему он В мир 3-4 не держит 10 шагов Потому что дальше И добивает Рассказ о переходе по Халкараксу По-настоящему байкальскому льду Мультики Посиделки с байками в ночной программе И редчайший гость Крадущийся Хатуль Затаившийся мадам Просит любить и не жаловаться АПЛОДИСМЕНТЫ Пока Хатуль уставит микрофон Пару слов Во-первых, Хатуль это Один из тех, с кого все начиналось Из тех времен, когда Арда на куличках еще дымила и бурлила Арккомитет сделан-то был юный и незамутнен А еще было страшное слово «Мирка» И на Мирке канале Арда Творилось такое, такое Ну вот Он сейчас об этом запоет А еще Пока я не забыла А то знаете ли, склероз, эльфийская болезнь Все такое Это память долгая дыряная Как решила У нас в этом году Все-таки есть конкурс переводов Я так и не знаю, вывесили ли в открытом доступе конкурсные тексты Но Если кому-то действительно интересно Кто-то готов поучаствовать в нем в экспресс режиме После открытия поймайте любого из нас Мы дадим вам распечатку И четвертого числа с утра Приходите отсудим то, что у вас получится Или не получится А сейчас мы предоставляем слово Коту ученому Как я сказал, белка Властитель поздний О, Майклик, О, Майклик Мне иногда смотреть не поздно На Бондолин, на Бондолин А это твой город, и ты его принц И кто под меня заслужил этот приз Идем ты покажешь дорогу, скорей соберись Так сказал Майклик Царский родич, владыке зла, владыке зла Других последний из наших родин По крылам глад, из крылам глад Ведь кто нас летали, убив, как не ты Оставь нам обрадок, былой красоты Осколок разбитой тобою эльфийской мечты На вершине стражи на обоих паре Есть цветок, и краше его в мире нет Он не зри, и в воздухе плывет А один запах лилии дали Только вскоре скроем этот край поток Будем взгляд от моря отводить Ведь мы что, под водой случайно не найти Луи нашей любви и дали Так сказал Майклик Души убийца, о Майклик, о Майклик Наверное, может царем гордиться Ваш Гондолин, ваш Гондолин А ты столько блага ему сотворил Тебя он достойно отблагодарил Быть может, он дал тебе в жену Принцессу и три Так сказал Майклик, только плача Владыке слава, Владыке слава Здесь отошла от меня удача Беда пришла, беда пришла Без родного мужа и смертных людей Царь дочки нашел неизвестно где Я так до тебя и нашел неизбытное ветер На вершине стражей на обоих порей Есть цветок и краше его в мире нет Он не зрит и в воздухе плывет А водит запах лилии вдали Только вскоре скроет этот край потом Будем взгляд от моря отводить Мы что, под водой случайно не найти У луи нашей лилии-лилии-голи Так сказал Морган, хозяин мрака О, Майклик, о, Майклик Веди мое войско скорее в атаку На Гондолин, на Гондолин Ты дураном стиш за убийство отца Женись на принцессии, врать без конца А встретится дуран спокойно, верим от лица Так сделал Майклин город Жертвой своей любви Своей любви Там полна следия волны смертных В огне, в крови В огне, в крови Но кто нам надежду опять подарил Глядите на небо, там символик Волгу поляка, сына, двора и ядрит Больше нет стражи на Амонт-Варен И цветка прекрасного простыл и след Он погиб, а в воздухе плывет А один в пепел ливень и долит И явился вскоре в этот край поток Мы теперь от моего взгляда отходим, чтоб Под водой случайно не найти луи Нашей лилии дали Нашей лилии дали И по-оптимистичнее А когда придет пора Питься против сил добра Кто погонит нас сражаться В честь кого кричать ура А когда придет пора Питься против сил добра Кто погонит нас сражаться В честь кого кричать ура Кто нас разным поведет Пенсовом разным поведет Честных, редких, чистых, грязных тьмой Отковленный народ. Ах, когда придут пора, Питься против сил добра, Кто погонит нас сражаться, Чизкого плеча нюра, Среди прочих гостырья, Там подогнем ты и я. Кто, скажи нам, обеспечит стиль Загромного жилья, Ах, когда придут пора, Питься против сил добра, Кто погонит нас сражаться, В честь кого кричать нюра, Кто назначен стуль и власть, И напоит на коне сласть, Кто сумеет на дорожку По отечественным проглядеть, Ах, когда придут пора, Питься против сил добра, Кто погонит нас сражаться, В честь кого кричать нюра, Среди нас ни одного нету отходящих дно, Дай аккуратно пишем светлым, Пусть одолжат свои волны. И вот, Толкин с гадами тоже становится только лучше. Каким образом? Он ведь из-за меня умер. Только не в этих стенах. Здесь за эти годы, С этих древних времен, Произошло столько всего. Здесь до сих пор, Вот-вот там, До сих пор бродят духи первых родников. И не нужно всего ничего, Чтобы буквально пробудить В жизни и самих персонажей. Например? Ну вот, например. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 например, чудесный семинар под названием «Как соблазнить редактора». Заранее предупреждаю, что строго 18+, потому что по российскому законодательству с несовершеннолетними издательства, к сожалению, договоров не заключаем, только посредством опекумов. А всех остальных милости просим, кто проходит по цензу. Вот мы будем говорить о том, что такое современная книжная обложка, в первую очередь фантастическая, чем она отличается от того, что было недавно, какие у нас тенденции. Мы будем говорить о формах и жанрах, востребованных в первую очередь на современном российском рынке. Если у нас сейчас какой-то очередной тренд, а он таки действительно есть, что нас ждет в ближайшее будущее. Мы будем говорить отдельно о все более набирающем обороты направлении подростковой фантастики, так называемой «Young Adult» и «New Adult». Мы будем говорить... Собственно, давайте я еще немножечко дам все-таки одно из наших главных героинь слова. Если вдруг кто-то еще до сих пор не узнал фуфу на вас, потому что рядом со мной стоит Вера Камша, давайте ее поприветствуем отдельно. А, Верочка, два слова, что у нас будут в бантиках и что будет в фитифлюшечках? Если два слова, то бантики и фитифлюшки. А если чуть более широко, то, наверное, то, что должно быть и то, что будет на самом деле, выяснится по ходу события, потому что, как всем так и естественно, наиболее выдачные вещи являются в какой-то степени импровизацией. И есть великолепный принцип, чтобы узнать про Африку, спросите меня про Америку. То есть то, что заявлено, но если бы вот по этому вопросу было интересно, с удовольствием расскажу, что знаю, придумываю, послушаю. А если будет что-то еще более интересное, спрашивайте, выкручусь как-нибудь, я это умею. А, ну я и так до вас было перебрала, и поэтому могу спокойно уйти в ТВ. Не получится. Вот, на самом деле, помимо всего прочего, вот я помню, что у нас есть такая замечательная встреча с участием Веры на тему того, как писать длинные романы. На самом деле, для современного книгоиздания, вот скажу вам, как редактор, который 20 лет этим занимается, главная проблема, как найти что-нибудь, кроме длинных попей. Да с того же сил нет никакого. Но тем не менее, тем не менее. А если вдруг поочечаяния вы решите, что то, что по меткому обозначению Панаджи Сарковского называется Magic Sheet Cycle, это для вас, то мы, наверное, тоже на эту тему что-нибудь скажем дополнительно. Но, помимо всего прочего, у нас есть еще некоторое количество интересных тем, которые, собственно, сейчас еще прокомментируют их непосредственные ведущие. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, я Назелайте в первый раз. Меня зовут Софья Ролдугина. Я писатель, как ни странно. И я в этом году проведу небольшой семинар по жанру мистики. Там мы поговорим об истории жанра, об истории вампиров. Это всегда всем интересно, я знаю. О том, какая была мистика, мистическая литература, из чего она выросла, к чему она пришла сейчас. Есть будущего Стефани Марк, этого вы не слышали. Ну, еще можно будет воздавать разные вопросы тоже, про всякие писательские хитрости. Тоже длинная форма и короткая форма. Помимо книгиздательства, коварно-издательской мафии, о том, как рассказы о том, как можно опубликовать книжку, какие книжки надо писать, существует просто литература. Традиционные литературные мастер-классы Зелангкона в этом году тоже продолжат свою работу. В их рамках, помимо, собственно, литературного семинара, будет еще несколько мероприятий, смотрите их в расписании. В частности, Димас Кирюк объявляется. Во-первых, здравствуйте. Ну, слава нашему многоуважаемому, забыл представить, что еще подъедет Александр Белаш, который будет вести вместе со мной литературный семинар. Подходите, это интересно. Ну и как уже ставший традиционным конкурс микрорассказов, который проходит уже на каждом Зелангконе, вы пишете рассказ на тему, которая объявляется на открытии. Рассказ должен быть максимум на одну страничку, чем меньше, тем лучше. Рассказ должен быть помимо объема еще и хорошим, а тема дается в начале. Мы долго думали над темой, но тема должна быть немножко животрепещущей и уже читателю, автору, писателю знакомой. В этом году у нас закончился, не прошел, мы думали, как это связать с Зелангконом, и у нас возникла совершенно неожиданная тема. Звучит она так, опять же откройте вот ноту, спешите, мяч короля Артура. Мяч короля Артура. Вот, значит, сдавать рассказы в бумажном или электронном виде, но, вот, на самом деле сдавать либо на инфостойку, либо поймать меня, или Диму поймать. Вот, значит, кроме литературных мастер-классов, к ним примыкает площадка форум, площадка реформатных мероприятий, которая создана для того, чтобы собрать все, что не попало ни в какую-то кое-сущеточную на Зеланге формат. Форматы меняются, площадка форума три года уже существует, и, как всегда, наполнение у нее даже не уменьшается. Вот, смотрите в расписании, у нас будут все мероприятия, от презентации военно-воздушной академии до рассказов о том, как сделать игру на коленке. Вот, кроме того, помимо, опять же, литературы, помимо книг издания, у нас остается площадка собственной фантастики, которая в этом году переформатировалась площадкой фантастики футбологии. Веду, сейчас передам слово ее ведущему. Всем привет! Площадка фантастики футбологии продолжает исследовать наше доброе и недалекое будущее. Романтика. Завтра утром начинаем бомбоубежище. Исследуем химеры, которые создают и разрушают империи. Будет практика! Днем мы будем жутко серьезными. Атлас профессии будущего представил Дмитрий Судаков. Утром четвертого будем расслабляться и рассказывать истории интерактивного искусства про то, какой будет в будущем театр. Спасибо. А сейчас по сценарию у нас должно выйдеть со сцены, наконец-то. Ну сейчас, вы выходите, а мы еще дадим слово сказать Саше. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Александра Черчин. Я на этом диванкуне представлю две лекции. Одна – это вредные советы для писателей. Нам уже много раз говорили, как писать правильно. Я вам расскажу, как это делать не следует ни в коем случае. И вторая – это животребещущая тема «Завторство» или «Ни один писатель в процессе творчества не пострадал». Спасибо. Все, спасибо коллегам. Фу, кажется, пронесло. Меня теперь считают нормальным. Я теперь могу спокойно идти в народ. Пациент. Что? Пациент, вы опять сбежали из нашей уютной лечебницы. А у меня конвент. У меня дела, у меня конвент. А, так вы фэнтези любите? У нас есть новый препарат. Фэнтези-пам. Он вас поставит на ноги. Так я уже на ногах. У меня мероприятие, мне сейчас туда идти. У вас главное мероприятие у нас лечебница. Так. А это вам все кажется. Пошли со мной. Как это кажется? Пошли со мной. Да нет, не кажется. А ты кто вообще? А ты кто? Я абсолютное зло. Небольшое, но зато концентрированное. Я саурон. И в 20.30 у нас будет концертная версия монооперы Скади, которую мы превратили в мюзикл. Лео Лейтиан. Приходите все к нам. А вот этот зеленый, это Финрад. О! Вот тут есть специалисты. Мы сейчас их спросим. Смотрите. Мы тут случайно, кажется, вызвали фианорингов. А больше вы никого не вызвали? Не знаю. Надо проверить. Вроде бы нет. А, ну хорошо, если не видели. А то есть варианты похуже фианорингов. Вот, например, нам очень надо проверить. Очень-очень-очень надо проверить. Я тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 И для всего этого, кстати, совершенно не нужно уметь танцевать заранее. И, конечно же, гидриджевича в Непалы по компьютерной игре, которую вы, возможно, не играли, но совершенно точно знаете ее, по маскараде вампиров. И сегодня, прямо после открытия, ну, с некоторой паузой, мы приглашаем вас отпраздновать с нами самая. И если вы думаете, что поздно, то вы узнаете, почему нет. Отлично. А то ее в презентации как-то немножко, ну, напрягся. Но вообще действительно темнеет. Холодает. Да. О, слушай, а вон там что-то светится. Как бы не нарушение пожарной безопасности. У тебя оленетушитель есть? Сейчас найдем. Субтитры создавал DimaTorzok Эльдер, нет ли у кого-нибудь из вас желания согреться пляской стари? Правда, в мире, я в порядке сумелось, даже здесь, у костра. Я не прочь подриться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мои молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И я думаю, что вот сегодня для вас будет весенний привет в осенью пору в Казани. Мне очень приятно то, что Казань все больше и больше притягивает людей из разных уголков Российской Федерации и даже из уголков мира. И сегодня впервые даже не на Фениксе, а у вас на Зеландконе будут выступать японские косплеи. Так же, как и вы, они не юные. Вот я смотрю здесь основной состав зала. Это люди уже достаточно зрелые. Но как-то удивительно, что вот даже в зрелом возрасте люди сохранили совершенно молодежный задор. И вот наши японские гости, а их целых 10 человек, они тоже совсем не юные, хотя иногда внешне выглядят как девочки и мальчики. Это тоже люди, такие же, как и вы, у которых есть профессиональные какие-то обязанности, семейные обязанности. Но у них есть юная душа. И они увлекаются чем-то очень интересным для них. И проносят вот эту вот свою любовь к творчеству, к созиданию. В общем-то, это путь к миру. Давайте мы их поприветствуем. И спасибо вам большое, что вы в рамках Зеландкона принимаете наших замечательных косплееров. Но прежде чем японские друзья выйдут сюда, я хочу пригласить наших друзей посетить и Казанский Кремль, где у нас проходит удивительная выставка икон, созданных супругой посла Японии. У нас удивительная выставка национальных музеев, которая посвящена Хиросиме. Там работают нашего гениального графика Надира Альмиева и фотография, присланная музеем Хиросимы в Японии. Сегодня у нас открылась научная конференция. И вот выступление косплея, вот такой вот широкий спектр, так же, как наша жизнь, как наш возраст, представлены в рамках фестиваля японской культуры Республики Татарстан. И я надеюсь так скромно, что наш фестиваль, он вообще будет лучшим в Российской Федерации. И мне очень приятно, что вы будете зрителями и участниками вот этого фестиваля. Добро пожаловать всегда в Казань. Визит Казань. Визит Казань. Данс-перформанс из аниме «Токийский гольф». Исполнитель косплеер Восьмя. Визит Казань. Данс-перформанс из аниме «Токийский гольф». Данс-перформанс из аниме «Токийский гольф». Данс-перформанс из аниме «Токийский гольф». Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Номер два из аниме Штайнский, герой Макси Крис, косплеер, Шимовский Дэн. Номер три из аниме Штайнского, героиня Крис, косплеер, Шимовский Дэн. Номер три из аниме Штайнский, героиня Крис, косплеер, Шимовский Дэн. Номер пять из аниме Штайнского, героиня Крис, косплеер, Шимовский Дэн. Номер три из аниме Штайнского, героиня Крис, косплеер, Шимовский Дэн. Номер три из аниме Штайнского, героиня Крис, косплеер, Шимовский Дэн. 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 И последний номер из Аниме Кейн, Миноганда Рейси, Хасплеев, Адаме. А теперь давайте еще раз поприветствуем наших гостей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 армина шибр по своим препятств , тупо еще франк, шибр захотелся, у меня зовут , азерен третий язык класс небольшой апрельett Меня зовут Круми. Меня зовут Мин Лагиса. Меня зовут Мин Лагиса. Меня зовут Ханаме. Сегодня перед вами самый популярный, самый прекрасный косплеер. Аниме-манго-геймы, вы любите аниме-манго? Аниме-манго! 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 Работает манго-геймы. между Казанией и Японией, на ее диалог культур, на ее продвижение, на наши теплые, хорошие взаимоотношения. Еще раз спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое нашим прекрасным японским гостям. Обращаю ваше внимание, что завтра с утра у них будет мастер-класс, на котором, во-первых, можно будет с ними поговорить о разнице между японскими фестивалями и российскими фестивалями, и они расскажут и покажут примеры изготовления косплеев образов, грима, атрибутики, расскажут о своих осознании образов лично ими, ну и вообще вы сможете подготовиться к мероприятию «Площадка костюмерная». «Площадка костюмерная» приважает вас на наш традиционный конкурс костюмов, в котором, как обычно, будет несколько номинаций, историческая стилизация, фантазия, косплей, у вас есть отдельный наш косплей, и, естественно, детская номинация. Сам конкурс пройдет 4 ноября в 4 часа в 16.00 здесь в фойе. А вот заявки мы принимаем либо по электронной почте, либо лично за столом костюмерной, опять-таки, в фойе до 8 часов вечера завтрашнего дня. Обращаю на это особенно ваше внимание, в день конкурсов, опять-таки традиционно, мы заявки уже не принимаем. Нужно заранее. Кроме того, в этом году в площадке костюмерная довольно много не только теоретических мероприятий, но, скажем так, и практических. Во-первых, у нас есть несколько семинаров по моделированию и созданию костюмов, в частности для рыбных игр. Во-вторых, у нас будет лекция про шляпки, но не просто лекция, там можно будет примерить разные восхитительные шляпки, у нас даже для там будет зеркало. В-третьем, у нас будет фэшн-лаборатория, немного загадочное название, но это место, где вы сможете создать костюм своей мечты на бумаге. Соответственно, будут листы бумаги с распечатанными заранее человеческими силуэтами, а дальше с помощью красок, карандашей, фломастеров, скутков, кружев лет мы будем создавать наряды своей мечты. И замечу, что на это мероприятие можно будет и нужно приходить вместе с детьми, чтобы они тоже попробовали себя в этой области. Ну и наконец, у нас будет «Что, где, когда» турнир под названием «Быть можно, дельным человеком и думать о красе ногтей», где все вопросы будут так или иначе связаны с темой костюма, макияжа, причесок с женскими биографиями. Ну и призы у нас в этом году замечательные, что на конкурсе, что на «Что, где, когда». Так что площадка костюмерное, место, где можно себя показать и других посмотреть, ждет вас. Приходите. Спасибо. Слушай, ты замечала вообще, как сильно усложнились костюмы ролевиков за эти годы? Да, у меня такое чувство, что сейчас открою любой шкаф, и там, ну если не Нарния, то хотя бы Эрегион какой-нибудь точно найдется. Вот, например, открывается шкаф. Всем отличного вечера! Площадка «Каминный зал». Друзья, мы третий год делаем эту площадку. Это Толкин, как его любят говорить, нетрадиционный. Ну, я не знаю, почему так говорят. На этой площадке мы будем показывать все, что есть обычно на любом конвенте. У нас будет турнир, бал, концерты, мероприятия, выступления. В общем, как бы зеленгон древнего-древнего времени, но в миниатюре. И я хотел бы представить Киллайра, которая споет отличную песню. Наша тематика этого года – «Вторая эпоха». «Вторая эпоха». Время – легенд. В десятом году. Морган и Джанерлен Деолиэт. «Вторая эпоха» Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 изучения всякого другого интересного. Я рад представить нашего почетного гостя, Альдис. Меня просили быть краткой, я буду краткой. Год назад, не на этой сцене, на сцене Капот, я очень радовалась тому, что вышел первый том цикла Холодные камни Армера. Вы знаете, что я держу в руках? Вот это. Это последний экземпляр первого тома. Он еще кому-то может достаться, если я не спою, донести его до ярмарки. Желательно, ну, вы поняли, без следовредительства, как мне, так и главным образом сиденье, я же приоружен. Вот, так что первый том разошелся в ночь, дорогие мои, эта книга была издана по подписке, эта книга была издана фэндомом, эта книга была фэндомом, сметена за год. И сейчас нас ждет второй том цикла Холодные камни Армера. Гондору не нужен король. Подписчики все все свое получат. Мне подписчики на ярмарке книга позовите. И я буду очень рада приветствовать вас и сегодня на презентации, и завтра на дневном концерте в Малом Зале. Ну, и, конечно, поскольку днем очень большая конкуренция, то самое главное, я, естественно, оставила на ночь те, кто в КАПО, следующей ночью, не этой, а следующей, в холле второго этажа. Я буду читать одну из самых сложных главных исполнений, главу «Две войны». Некоторые говорят, нет, в романе нет экшена. Вот те, кто придет в следующую ночь ко мне, ждут три часа экшена, поэтому мало не покажется. Спасибо вам и до встречи. После «Андис» очень сложно что-то говорить. У нас еще есть Алина Немирова, есть разные другие мероприятия. И я рад представить человека, который в этом году подтвердил общий тандем, и мы делаем большое мероприятие, которое не просто танцевальное, там будут игры, концерты и немножко ролевой игры. Раз, два, два. Эльфа-гнома-человента, приглашаем вас на бал в Э-регионе. Этот бал для вас создал владыка Келепримбер, легендарный внук Феонора. И сейчас в этот бал будут включены не только танцы, не только захватывающие вальсы, не только боевые фианолинские марши, но еще и будет много игр, конкурсов. И, конечно же, это будет еще большой квест на весь бал. Ну и приглашаются все светлые народы Средиземья, гномы, эльфы, люди, номинорцы и, конечно же, все гости Средиземья, которые у нас будут. И, конечно же, вам не нужно забывать о том, что на нашем балу могут присутствовать и темные, но они будут под личиной, и вам нужно будет постелегаться интриг. А какие интриги и как они будут связаны с кольцами, вы узнаете на балу. И, кстати, на балу можно будет сразу же изучить танцы. То есть, не нужно будет предварительной подготовки, вы сразу же сможете их танцевать. И, кто у нас не натанцуется, я приглашаю вас на концерт. Четвертого числа в 11.00 будет песня Девы Армис «Сплачко Макалауры». Этот концерт будет посвящен первому дому, второму сыну Феоноры Макалауры. И, кто хочет узнать больше о его странствиях, о его истинной судьбе, то добро пожаловать. А наш бал в регионе состоится уже завтра, 3-го числа, в 12.00 в танцевальном зале. Вы всех рады видеть. И напоследок. Я же обещал сюрприз, который очень было тяжело, но как-то сложно привезти. Мы привезли оригиналы авторской выставки «Лео Лаэтьян». Второй этаж, заман, каменный зал. Приходите, пока они еще есть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я, владыка земель смертных, Вы боитесь моей тени, Вас немного осталось верных, Вы виновны в его измене, Как нарушить он смог слово, Кто ему помогал в этом. Мне придется судить слово, Саму конец положить в беда. Если я захочу, никакой наркотно От меня не сумеет укрыться, От судьбренью идти, все гню и мечу, Забылают пожар в цернице. И я, казалось, сумел обезглавить твою, И хочу оценить беспристрастно виду. Всех сумел обмокнуть вере, Всем чужим заплатил золотом, Был себе одному верен, Смерть не будет ему расплатой, Ты ему помогал, как брата, Все, чем жил, что любил, бросил. Саша, будет твоя расплата, Длинной будет твоя осень. Неплохая цена, за любовь тяжело, Он тобой заплатил мне дорогу гулять, И я хочу посмотреть, как радостно, То, что не смотрел на него и любуюсь. И я, казалось, сумел обезглавить твою, И хочу оценить беспристрастно виду. Был себе особенный небо, Я не хочу оценить беспристрастно виду. Ну что? Оигрался? Но щи, диары, дельфы, фианоры и те же. Они кельфы, конечно, но со странностями, а это что, урон? Слушай, у нас там сейчас Боря Фетисов на сцену выходит, а у нас тут орки, трупы, антиснанитария, мракобесия. Слушай, давай хоть тряпочкой прикроем. Боря Фетисов на сцене. Боря Фетисов на сцене. На самом деле у меня есть веселая история, и не очень. Веселая история заключается в том, что меня вчера в Москве спросили «Еду я на зиму?». Но это так, из-за разряда шутеров. Хорошо, а если серьезно, то я очень рад, что мы вернулись в ДК Ленина. Я рад, что здесь нас приняли. И я должен сказать слова благодарности человеку, которого, к сожалению, в этом зале нет. Одно без которого это здание таким бы не стало. Я не склоняюсь в Наталье Петровне Лясовой, директор ДК, которая сейчас директор другого ДК. Огромное спасибо за то, что нас ждет ДК Ленина. Вообще у нас на конвенте все идет по плану. Есть тихие места, есть громкие места. Неужели и тихие есть? Конечно, у нас есть тишина в библиотеке. Это самое спокойное и уютное место посреди шумного зиланта. Там можно присесть, отдохнуть, почитать хорошую книгу. Кстати, можно не только почитать. Лаборатория фантастики проводит там мини-конкурсы и беседы на фантастические темы. А наши библиотеки всегда готовы порекомендовать что-то новое, интересное. Или выдать книгу в подарок за выигранный конкурс. Кстати, о конкурсах. Сфотографируйтесь с взятой в тишине библиотеки книгой издательства «Эксмо». Выложите в Инстаграм, Фейсбук или ВКонтакт. Проставьте вот три вот этих тега. Вот этих вот. «Эксмо. 2018» и «Тишина библиотеки». И на закрытии самая смешная, необычная, забавная фотография получит приз. Какой? Ну, спрашиваешь. Книгу, разумеется. Ну, что еще? С «Тихими» то я, конечно, понял. А с «Громкими» что? А, ну с «Громкими» у нас есть центральная концертная площадка. Всем привет! В этом году у нас целых три концертных площадки. Во-первых, этот великолепный отремонтированный большой зал. А сразу после открытия вас ждет концерт группы «Волосбэнд». Далеко не уходите. Во-вторых, это, опять же, зал МЗЛ, который находится на четвертом этаже. Там будут более камерные концерты. И ночью для тех, кто живет в «Копо», в актовом зале в «Копо» будут ночные концерты, посиделки, квартирники. Ну и, в общем, всяческая ночная развлекуха. Вот, всего нас в этом году примерно сорок два концерта. Плюс-минус пять. Вот, приходите. АПЛОДИСМЕНТЫ И вообще, у нас не зря на месте, где можно красиво пошуметь. Вот, например. Ну, если кто не понял по моему виду, это площадка «Министринник». АПЛОДИСМЕНТЫ То есть, в этом году, как всегда, мы приглашаем молодых начинающих певцов, которые внезапно поняли, что умеют петь. Ну, по крайней мере, сами, как минимум, должны бы так решить. Они могут прийти к нам на конкурс. Мы выясним, точно ли они умеют петь. Если они петь умеют, то они имеют все шансы получить путь на большую сцену. Они могут выступить в финальном концерте. И вообще, в них в дальнейшем все будет хорошо. Если люди петь умеют не очень, у нас в этом году, как и всегда, будет школа «Министринник», которая будет объяснять, как это сделать лучше. Ну, правда, не совсем обычным образом. Немножко это, не совсем по-русски, а по-японски, но бывает всяко. А еще у нас будут старинные фарсы театра. Да, ну, например, вот так. А еще будет краткость их изложения рэнда на зилоте и многое другое. Вплоть до обучения собурайскому детскому. Кроме того, у нас будет дуэльный клуб для тех, кто считает, что не просто умеет петь, а умеет петь это хорошо на уровне профессионала. И вообще достаточно крут, чтобы потренироваться в очень жестких условиях. Потому что, если кто-то поет недостаточно хорошо, у него будут проблемы. И что же будет? Понятно. Ну, в общем, кто сумеет это все пережить, получит приглашение на турнир на песнях, который случится здесь, в этом отремонтированном зале БЗЛ, 4 ноября в 20.30. Я не буду рассказывать, что вас там будет ожидать. Большая часть из вас уже знает, что у нас будет и шоу, и концерт, и конкурс, маленький спектакль. В общем, мы вас ждем на наших скандалах в Парижской опере. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все пропало. Все пропало. Вместе с Савороном к нам налетело такое, что Долгина вообще только по Ангманду и бегала. Например? Например, летучие мыши кровопийцы, притворяющиеся людьми. Да, помню, было что-то такое. Так я знаю, дух на дух. Тхури. Тхури. Слушай, я читал. Я читал ничем. Это хорошо не у него, не у него, не у него. Я предлагаю тебе сделку, верю. Год службы в обмен на сельмарин для отца твоей невесты. И свободу всех одиннадцати эльфов. Что помешает тебе, перебить их на следующий день, обвинив меня в попытке к бегству? Мое слово. Берет его слово не стоит ничего. До тех пор, пока мы в его руках, ничто не помешает ему скормить нас волкам в любой момент. Тебя я тоже не собирался отправлять на кору. Ты рискуешь только чужими жизнями. Государь. Нет. Государь. Прости, я подпишу. Госпожа Тхурина Эйтель будет сопровождать тебя. Она будет приглядывать за тобой. Ах, какой у нас высокий гость. Платати, ты. Бэр, Курборский князь. Какой судьбы под этой дверью? Ну как тебе под этой дверью? Как же твой народ, с основной края обещет здоровство? Тингал от ворот, тебя прогнал, пословский танца. Хотел убить и соборался Размер ты по тоску Что искала приключений Князь страну свою оставил Не пугаясь отреченья Не взбирая на таковый бой Нету исключенья Обещала сумередки Что исполнит порученье Сам исполнит порученье Как же ты легко И вверх, а вновь, где находишь След твоих шагов всегда в крови И ты уходишь Когда один живой обувь Вверх ты умеешь Перевещу крыль И вновь ты Шага таких холстых Зачем-то милую создать Так только милу не создать Ради этой фотоскухи Все потратил на значенье И решил не мелочиться Вспоминая обученье Свой второй сырок в подвале За решеткой На значенье За тебя и вверх Ради этой оф ri с Covid до звук Жду от своего пациента Вспоминая обученье За урон урод теченья. Как же ты встежи в своем проклятии? Глазишь, можешь быть прощен и награжден, Но ты не просишь, какой герой меня не просишь. Мелькор для тебя последний раз откроет. Верим, верим, поспешим, да только я тебе не верю, Ведь я совсем тебе не верю. Ради этой фотостухи, что искала приключений, Князь, дорогой, мою оставит, не пугаясь от леченья. Если рай она заходить, то их нет исключения. Обещала студенты, что исполнит порученье, Что исполнит, что исполнит порученье. Ты видел? Ты это видел? Вот буквально все, кто мог бы нам помочь, у них в плену. Нам нужны союзники. Мы не выстроим в одиночку. Так, что у нас есть? У нас есть арт-фехтование, турниры, дуэльный клуб. Дуэльный клуб, да. Площадка дуэльного клуба имени профессора Швейдингера приветствует вас. Лучший способ решить собственные проблемы, Это вызвать эту проблему на дуэль. Ваши разногласия, наши пистолеты, ищите распорядителей. Приходите на турнир по пистолетным дуэлям. Приходите к нам. Так, ну вызвать эту на дуэль, это, конечно, метод. О, еще есть театральная площадка. Эти-то нам чем помогут? Что значит чем? То есть, если театральная площадка, то значит драться не умеют. Да, что ли? Я вам сейчас все расскажу. У нас сегодня в этом году спектакли на любой вкус. Драматический от театра «Пророчество в рамках плечи». Мюзикл от, сейчас я вспомню, Народного молодежного музыкального театра «Лырея». Танцевальный спектакль от театра танца «Икс Либрис». И целых три спектакля от женского музыкального молодежного театра «Волки-миму». И вот они вам сейчас как раз в своем трейлере расскажут, почему театральная площадка не значит, что они союзники. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Бьет зачарованный источник снов в лесу коварных Вейли и тени. Там, на границе Элифов и людей, спор заключен на человечью кровь. Кому принадлежать источник будет? Быть может, Вейли, а быть может, Витя. Узнаешь ли дробу свою, слегкой в судьбе не разглядеть итог. Она ведет все дальше от ворога, чтобы двум братьям встретиться вдвоем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Отлично. Только вот нам нужны не просто бойцы, но еще и стратегии. А стратеги уже сейчас готовятся к сражениям на площадке настольных интеллектуальных игр. У них уже игротека, турниры, а если мы до завтра не справимся, то завтра к ним приезжает питерский фестиваль разработчиков Грани. Нет-нет-нет-нет, нужно справиться сегодня, больше того, до конца открытия. А конец скоро? Ну, как ты видишь, да. Нужно уже объявлять тех, кто помогал нам его проводить. Ну, прямо сейчас, на решающей битве? Да прямо в процессе. Ну, и? Где же? Ну, что, никто нам не помогал проводить это открытие? О! Прямо сразу два? Вы знаете, я на самом деле редкий человек в этом зале, который недоволен ремонтом. Дело в том, что, несмотря на все новые введения, я по-прежнему не могу привезти сюда лошадей. С открытием в этом году помогал конно-трюковой клуб «Ремират», который многие из вас знают. К сожалению, нам опять пришлось привозить пешие номера. Наши ребята нашли собственный путь в Средиземье. Они скачут вверху, стреляют из луков, верхом и пешком фехтуют. Дерутся, показывают прекрасные номера, которые вы видели здесь. И все это совершенно не так запредельно. Некоторые из тех, кого вы видели сегодня на этой сцене, в драках и с оружием, занимаются у нас меньше года. И на самом деле мне не хочется говорить много. Я хочу просто сказать о том, что у каждого из нас своя дорога домой. Что ты здесь делаешь? Открывайте, куда ты его не ведешь. Берин сбежал. Наши разведчики доносят, что на нас движется армия. Они тебя предали. Ты! От начала и до конца это была твоя работа. Не думаю, что у Берина хватило бы ума составить такой план. Думаешь, что ты, эльф, сможешь перенести все и выжить? Нет. Такого шанса я тебе не дам. А эти эльфы, они были твоими друзьями. Они добровольно пошли за тобой. А теперь умрут на твоих глазах. А ты будешь последним. Всех волчь и яму! Субтитры создавал DimaTorzok Чечет копотком Зараза в груди Погубочный зов Того, кто теперь решает дышать. Того, кого ты пытался сдержать. Наставник и друг Палач и судья Виновник, разлук Творец бытия Творец бытия Творец бытия Эта птичный сон, Который вчера приснился опять Субтитры создавал DimaTorzok Помнишь, что где страна Слетели с ветра Как ей понять Полетались Клубом Пытались у меня Холодную грошь Горячую кровь Уже не тревожь Прости за любовь Копы-то стучат Мой ветер со мной Осталось найти Дорогу домой Дорогу домой Сколько таких годов Ты прошел сквозь огонь Нездешний годин Залик горят мосты Расстаял Мираж дороги Из-за тин Послушай, чудак Ведь ты не один Ты тот, кто В стихе Решает дышать Голубником Уже не сдержать Наступник И друг По плачке Судья Виновник разук Творец бытия Творец бытия Лом А Robbie Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ Да нет же, зелаткона. А зелаткон — это у нас что? Конвент любителей фантастики, токенистики и ролевых игр. А ролевая игра — это самый лучший способ рассказать любую историю так, как это тебе нужно. И найти свет даже в самом тяжелом и трудном эпизоде. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 с концерта группы «Вольсбэнд». Вы можете чуть-чуть передохнуть, но «Диванкон» уже начался. Не расходитесь до понедельника. Например, на разойдемся. Продолжение следует...